По полной. И у меня вопрос сразу. Отклоняет, поэтому без Канеллы мы тоже не узнаем. Сильные и слабые стороны. То есть ключ к победе одного, ключ к победе другого. И Носу, который работает в углу Канеллы, не очень хорошо проявили себя с тактической точки зрения. По ударной мощи преимущество должно быть на стороне Мигеля Котта. Конечно, у него великолепный отец, какая работа ног. Но к Коттам ритмным соперникам это провести, большой вопрос. В 10-м раунде, если не ошибались. Мы видим, контратаковать пытается Канелла. У Канеллов удары по корпусу могут сыграть действительно ключевую роль. Справа попадает Мигель Котта. Произошло такое второе рождение, что ли. Откуда же лучше проводить атаки? Посмотрите, сам опережает. Очень неплохо. Ему нужно и то, что у него получается. Родировщему Котта очень доволен работой. Он по-другому в этом поединке должен быть для Мигеля Котта. Хорошая физическая подготовка в своих передвижениях. Он даже, наверное, не двигается. Он даже как-то танцует. Танцует. У него плавный, плавный. Плавный, плавный, свой танец. Не замедленность что-то, а как-то вот он менее пластичен. Получилось так, что выразил уже, да? Науди его передняя рука. Он ее немножко держит низковато. Кстати, нужно сказать по поводу передней руки Мигеля Котта. На самом деле он левша. Удар сильнейшей рукой, потому что, по сути, она является. Альварес смотрит на Котта и пока вообще не понимает, что с ним делать. Хорошая защита блоком. Двойная такая. Old school. Да, настоящий действительно old school. В стиле филографийской школы. Пока Мигель. Урок молодому, да. Пока это выглядит именно так. И размашист Канелло. Видно, что хочет попасть. И Котту Альваресу удалось тогда. Нейтрализовать сегодня, пока этого не получается. И вспоминал, опять-таки, бой с Мэйвейзером. Какого-то плана был. То ли не было, то ли он не смог его так воплотить. Попадает справа опять. Что ж наху? Что? Где положение передней руки Кота? Я пока не понимаю, почему она опущена. Но пока Кота все равно выглядит так, как будто у него все под контролем. Но тайминг у Кота намного лучше. Сопонимая, что вперед не получается, пойду назад. Хотя в этом раунде чуть больше хороших моментов. Ой, как хорошо. Я вот не хочу и не советую Мигелю опускать переднюю руку. Ой, как хорошо. Здорово. Мойной джеб уже не первый раз, да? Вот, в частности, нашего независимого эксперта Юрия Дарантина. 2-2 у него по раундам. Будет мало эпизодов хороших. Ему нужно запирать, ему нужно создавать давление. Он зачастую просто ходит за ним. Вот, неплохо. Конечно, чувствуются удары. И мощь Альвардса. Проводит ответную серию Кота, но в основном по защите. Левый снизу. Стиль вырабатывается, это часто. Сейчас мексиканец выглядит более убедительно. Справа, опять, навстречу. Нужно бить, конечно же, остро и нужно бить очень сильно. Пробить кросс такой, после которого ты рухнешь на пол. Начинает вкладываться сейчас. Канело. Попадает справа Канело. Хорошо, раунд начинает. А самое главное, попадает достаточно просто и легко, и быстро. Вот что, вот что интересно. А это значит, мексиканец находит. И в сторону уйти нужно. Неплохо. Неплохо, но Альбрес был готов. Хороший джеб. Ну вот опять тайминг, конечно, в лучшую Кота. И опять через Ругу, как же опасно. Но сейчас как-то стало заметно. Хорошо, хорошо. Кота, наверное, не мог. Опускает снизу Кота. Такое ощущение, что пошел, сделал шаг вперед и не знает зачем. Раз и остался здесь. Альвар ждет натяжки. Сейчас уже наоборот все повернулось. Кота не может нащупать Кота. Этим нужно пользоваться. Нет, нет, им пользуются. Уклейки. Снова. 4-3 по раундам. Очень может быть. Мигель Кота пошел вперед. Впивается ногами в ринг. Да, она осаживает просто. И снова левый снизу. Сейчас выглядит очень солидно. Слева пропустил Канело. Но, конечно, это слишком мало для Мигеля, чтобы рассчитывать на победу в этом раунде. Много пропустил он. Но, во всяком случае, отрицательных отзывов я не вижу. С нее нужно начинать атаки. У него все получается. Сейчас он опять здесь поступает. Когда передней рукой начинает бить много. На двойной джеб и затем удар справа. Фредди говорит о том, что я думаю, что это должно для тебя сработать. Очевидно. Мощно отвечает Альварес сейчас. Неплохо Туловичем защищается. Да, посмотрите. Вон и нырки. Хорошее попадание. Левый сбоку. Попадает. Пользуясь этим. Ну, а Роуч... Свежее, свежее. Свежее. Сейчас этого не наблюдается. У меня есть еще ощущение, что Котто слишком увлекся движением. А про удары нужно не забывать. Да. Сдает Котто, мне кажется, сдает. Потому что, потому что, посмотрите. Вот, попадает, да. Альварес тоже какой-то. Ну, если не пауза, то преимущество того или другого. Казалось бы, преимущество Альвареса стало вырисовываться. Как считают официальные судьи, как только неофициально, у нашего специалиста 5-5 по раундам. Тем более, звание чемпионских... Мне это и до боя казалось, потому что Канело все-таки покрупнее. Он помоложе, посвежее. И для Геннадия представляет чуть большую угрозу, чем Котто. Нет, я имею в виду наоборот. Кто был бы меньшей угрозой для Геннадия? А, меньшей угрозой? Ну, Котто, наверное, все-таки был бы меньшей угрозой. Потому что он, в принципе, меньше сам по себе. В эти три минуты не произошло. Легкие удары Кота доходят до цели. Мне кажется, в этом раунде... WBC, мы знаем, есть правила у этой версии. В этих рингах мы с вами это прекрасно помним. Смотрится хорошо, посмотрите снова. Хорошо, когда... Все-таки не слишком достают они. Можно даже и порубиться. Прижал канатом. Сауль, Сауль Альварес. Гонг прозвучал, когда в атаке был Мигель Кота. Достойные соперники друг друга уважают. Благодарят друг друга за этот бой. Сауль Альварес. Сауль Альварес. Сауль Альварес. Сауль Альварес. Сауль Альварес. Сауль Альварес.